Всем привет! Сегодня приготовлю суп пюре из цветной капусты. Супчик очень полезный и к тому же на его приготовление у нас идет минимум времени. А еще я хочу приготовить к супу очень вкусные сухарики с копченым сыром. Что мне для этого понадобится? Цветная капуста, морковка, картошка, лук, соль, перец, столовая ложка сливочного масла, 100 миллилитров сливок, растительное масло, 100 грамм копченого сыра, это у нас уже продукты для сухариков, половинка батона и 2 столовые ложки оливкового масла. Поехали! У меня уже разогревается кастрюшка, теперь я буду нарезать лук и морковку. Лук кубиками нарезаю, морковку нарезаю полукольцами, кладу в кастрюльку сливочное масло и столовая ложка сливочного масла. И наливаю немножко растительного масла подсолнечного. Все, теперь сюда же перекладываю лук и морковку, которую я только что нарезала. Помешиваем лук с морковкой и обжариваем на маслице минут где-то 5. Теперь мелкими кубиками буду нарезать картошечку. Теперь берем капусту и разделываем ее на соцветия. Кстати, недавно узнала один факт, почему цветная капуста называется цветной. Хотя она же на самом деле белая, а все потому, что в пищу употребляются не листья капусты, а ее соцветия. Вот поэтому она и цветная, так что вдруг кто не знал, то теперь знайте. Отправляем капусту к обжаренным овощам. Вот смотрите, у меня на мою кастрюльку здесь где-то 2,5 литра ушла половина капусты, капуста была средняя. И наливаю, сейчас буду заливать овощи водой. Я уже закипятила в чайнике воду и заливаю водой. Вот заливаю, чтобы покрыть овощи. Вот так. Вот где-то у меня ушло приблизительно литр воды. На это количество овощей. Все, так слегка перемешиваем. Накрываем крышечкой. Пусть немножко поварится, минут 10. С момента закипания прошло 15 минут. Супчик покипел, теперь мы будем его взбивать блендером. Смотрите, перед тем, как начать взбивать, вы должны убедиться, что у вас немного воды. Потому что если будет слишком много воды, суп получится жидкий. Ну и это уже будет не суп тюре, а не знаю, какой-то суп вода. В общем, короче говоря, я беру черпа, я просто немного воды отберу в отдельную емкость. Ну, буквально вот несколько черпачков. А потом я буду регулировать густоту супа, подливая вот эту вот водичку. Все, я отлила. Вот осталось вот так вот овощи видны, покрыты водой. Можно начинать взбивать. Добавляю сливки в суп. Ну, тоже, смотрите, у меня здесь было 100 миллилитров. То есть, чтобы не были слишком жидкие, то жидкий суп, то может быть, все 100 миллилитров или не стоит. Но понемножку будем подливать и смотреть, по густоте устраивает нас или нет. Во время варки я суп не солила и не перчила, и сделаю это сейчас. Я взбила суп до однородной массы. Хорошо, что я, видите, отобрала воду, потому что она была бы лишняя. Вот у меня целая кружечка получилась. Все 100 миллилитров сливок ушли сюда. Теперь нужно поставить суп на огонь и еще минут 5 подержать. Пока доваривается супчик, я приготовлю очень вкусные сухарики. Беру батон и буду резать его квадратиками. Готовлю всегда таких сухариков много, потому что они очень вкусные. И их можно кушать даже и без супа, а просто так. Высыпаю кубики хлеба на противень. Разровнять нужно, чтобы они лежали в один слой, чтобы каждый кубик хорошо поджарился. Сверху натираю, на мелкую терочку натираю сыр. У меня копченый сыр, называется он королевский. Вот он с такой корочкой по яичной. Ну, конечно, вы можете взять любой сыр, который вам больше нравится. Но более вкусно получается, когда сыр с таким более острым вкусом. Теперь вот руками немножко перемешать нужно сыр с кубиками хлеба, чтобы распределить его равномерно. Все, и отправляем, отправляем наши будущие сухарики в духовку. Минут на 10. Прошло 5 минут и сухарики нужно перемешать. Сухарики готовы, посмотрите, как они подрумянились. Сыр славился, запах просто волшебный. В общем, можно кушать фрук. Фрук в порядке здесь. Назыпаем супчик в тарелочку. Вот видите, какой он получился. Вот, это будет сможет устроить. Как раз такой, как он должен быть в кубик Торес. Вот сверху выкладываем сухарики. Берем попаточкой, вот прямо с этой сырной корочкой выкладываем на супчик. Всем приятного аппетита! Вот такой вот у нас получился красивый супчик. Мы его сейчас будем кушать. Спасибо, что заходили на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока!